В последние дни я начал замечать, как много времени я провожу в соцсетях. Постоянно я нахожусь вот в этом социуме. Я заметил, что я начал постоянно брать свой телефон и заходить в соцсети. Это стало просто автоматом. Когда я сделал какую-то работу на компьютере, я захожу в соцсети. Я сижу на диване, у меня есть свободное время, я захожу в соцсети. Я сижу сру на толчке, я захожу в соцсети. А чё такого-то? И постоянно, в любую свободную секунду, я доставал телефон, начинал смотреть ленту. Начинал обновлять сториз, просматривать сториз знаменитостей, друзей. И я уже перестал получать от этого какое-либо удовольствие. Я перестал получать от этого кайф, и это просто стало привычкой, без которой я не могу жить. А в последнее время я начал замечать, что мне не хватает свободного времени. Потому что во время того, как я листаю эту ленту, я не отдыхаю, я не наполняюсь. Я понял, что надо что-то менять. Я решил провести эксперимент, где 24 часа я буду находиться без влияния социальных сетей. Я удалю их полностью, и мы посмотрим, смогу ли я справиться, и как я буду себя развлекать. Всех приветствую, друзья, с вами я, Ника, это эксперимент 24 часа без социальных сетей. Ровно 24 часа назад я удалил все социальные сети со своего телефона. Это Инстаграм, Ютуб, ну ВКонтакте я оставил, я все-таки 2004 года рождения. Почему я это сделал? Я объяснил, потому что действительно большее количество времени своего свободного, как бы, я уделял этим социальным сетям. И я понял, что я совершенно от них не насыщаюсь. Допустим, прочитав книгу, я наполняюсь этими, я такой, я такой заряженными силами, там, иду делать какую-то условную работу, да. Если же я сижу в социальных сетях, я остаюсь на том же уровне, как бы, загруженности. И это ни капли меня не разгружает, не делает меня более, таким, свободным, более летающим. Оно ничего мне не дает, это просто, как бы, занятие времени. И, поймите, ничего против социальных сетей я не имею, потому что это общение, это поддержание контактов, это классно. Но никогда это происходит так, что постоянно, в любую секунду, у меня уже механизм, я заметил. Я вроде сижу, что-то делаю, и у меня просто механически достается телефон, и я нажимаю на вкладку Инстаграма. Вообще не хотя этого. Просто это настолько на автомате происходит, что я такой сижу, а зачем я его открыл? И начинаю смотреть сторис, и просто как зомбак такой. И действительно это так, что я начал бесконтрольно употреблять эти социальные сети. Я начал смотреть очень много роликов на Ютубе. Это тоже начало меня так подвязывать. Я сначала решил перейти с Инсты на Ютуб, потому что в Инсте вот эти рилсы, они слишком быстро меняются, и слишком много информации я получаю. На Ютубе это хотя бы более длинный ролик, как будто ты фильм смотришь. Но в любом случае это дико сжирало мое время. Первые несколько часов без телефона было действительно непривычно, потому что рефлекторно ты тянешься за телефоном, чтобы его открыть и зайти в соцсети. Но у тебя их нет на телефоне. У тебя просто нет этих приложений. Это очень странно, но в эти моменты ты понимаешь, окей, сейчас у меня есть промежуток времени, который я провожу самостоятельно. То есть я, условно, когда мы открываем социальные сети, когда у нас есть свободное время. Вот этот промежуток времени, это называется свободное время. И в этот момент как раз таки, когда я достаю телефон и хочу зайти в это приложение, не могу на него зайти. Я понимаю, что вот сейчас у меня есть 20 минут что-то поделать. Я сначала не знал вообще, что мне делать. У меня просто такой ступор, чисто, блядь, океан, и я не понимаю, что мне делать. У меня, ну, просто нет идей. Как же, это же все было логично. Ты заходишь на YouTube, смотришь видео, или ты заходишь в инсту, смотришь stories, reels, и все как бы логично. У тебя тут нет этой возможности. Сначала, первые реально 2 часа, я такой немного в ступоре сидел. После чего я понял, хорошо, я буду заниматься вещами, которые я хочу сделать, но по каким-то причинам я делаю мало, либо совершенно не делаю. Я начал больше читать книги. Если до этого я уделял этому там 20 минут в день, сейчас я могу уделить даже час. Я начал больше читать. Я начал читать книги, и когда я читаю книги, я именно заряжаюсь, как я вам сказал. То есть от телефона это такая просто прокрастинация, убив времени. От книги ты ее читаешь, ты просто поглощаешься, потому что у тебя мозг постоянно визуализирует, что-то придумывает. После прочтения книги ты такой раз, и заходишь в работу совершенно свежим. Что еще я начал делать? Я не помню, блядь, надо посмотреть по сценарию. Я начал лучше уделять время спорту. Почему именно лучше и качественнее? Потому что раньше, допустим, говоря про качалку, я занимался, и у меня между подходами было время, там, условно, полторы-две минуты, и я садился в телефон. Я просто, у меня весь мир отмирал, я сидел в телефоне, листал и терился. Я не замечал, как проходило 2-3-5 минуты. Я такой, а, точно, я же делаю там упражнения. И шел делать упражнения. То есть, упражнения в зале для меня были настолько посредственны. То есть, я просто их выполнял, да? Но основной мой фокус был на телефоне. Я сделал это упражнение, все, скорее в телефон, мне нужно посмотреть рилсы. Когда ты занимаешься без телефона... Ребят, реально, хороший совет тем, кто занимается с телефоном в зале, и кто постоянно между подходами сидит и смотрит рилсы, там, условно, или сторисы, попробуйте один раз не делать этого. Не берите свой телефон на тренировку. Или возьмите его, но, не знаю, включите авиарежим, или не заходите, контролируйте себя. Насколько улучшится ваша тренировка? Это было прямо вау, реально. Потому что последний месяц я постоянно ходил на тренировку с телефоном, тут я пошел без, и это было прямо вау. Потому что все вот эти полторы минуты, во-первых, ты концентрируешься на своих мышцах, ты концентрируешься на своей боли, которую только что получил при растяжении мышц. То есть полторы минуты прошло, ни минуты больше, ни минуты меньше. Ты идешь на упражнение, на тренажер, ты делаешь его. Во-первых, ты сокращаешь время полного упражнения, да, то есть нескольких подходов. Поэтому ты можешь свою тренировку, допустим, если ты это хочешь, запихнуть больше упражнений и сделать ее более насыщенной. Или наоборот, сократить тренировку за счет этого времени сокращенного, которое ты просто так не тратишь на телефон, или там успеть другие дела делать. Но насколько ты начинаешь наслаждаться вот этим залом и насколько ты начинаешь наслаждаться этой физической болью, если ты не уводишь свой фокус на Инстаграм и Ютуб. Попробуйте, вам супер понравится. Так вот, я начал уделять больше времени на чтение книг, на прослушивание музыки. Просто если раньше я ехал в автобусе и сидел в ТикТоке, ладно, не в ТикТоке хотя бы, в Инстаграм рвился, я листал его. Сейчас я просто надеваю наушники, слушаю музыку и любуюсь, как бы, тем, что происходит на улице. И когда я приезжаю домой, я не такой, что, блин, сейчас я засну, я наоборот, заряженный, послушал музыку, мне классно. И вот в этом разница. Дальше, следующее, что я делал, что я заметил. Когда я, допустим, у меня появляется свободное время, я садился, как я говорил, и смотрел видосы на Ютубе. Тут я понимаю, окей, я уже почитал, сходил в зал, мне больше реально нечего делать. Объективно я больше не пойму, чем мне заняться. То есть, в принципе, делал таких нету. Я поработал, делал некоторые вещи, я понимаю, что у меня есть время поспать. И тем самым я начал восполнять свой, вот этот пробел сна, который я ночью не досыпаю. Я смог давать себе времени больше сна. И согласитесь, это неплохо, потратить время на сон, вместо того, чтобы смотреть какое-то тупое видео на Ютубе, да? Вместо того, чтобы деградировать в рилсах, лучше поспать полчаса и чувствовать себя здоровее, чувствовать себя бодрее. В принципе, на этом все. Это был весь мой эксперимент, 24 часа. И по выходу из этого эксперимента, я пока что не хочу устанавливать соцсети. Пока что я хочу пожить какое-то время без этого. Я думаю, что со временем все-таки я установлю их, но буду пользоваться совершенно в меру. И то есть, не так, что я весь день сижу и дрочу Инстаграм. Совершенно без этого. То есть, в меру, но при этом, чтобы это было. На этом все, друзья. Это было 24 часа без социальных сетей. Как я думаю, вы поняли, мне очень понравились эти 24 часа. Я очень много подчеркнул из этих 24 часов. И я советую настоятельно каждому это сделать, если вы чувствуете, что у вас есть действительно зависимость от телефона. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ник. Пока.